Этот ребёнок родился с панцирем на спине. Этот с гигантскими руками. Ещё один малыш с аномалией. Он выглядит как существо с другой планеты. У него необычный цвет глаз. От прозрачно-голубого до изумрудно-зелёного. Но самое главное, его глаза светятся в темноте, как у кошки. Учёные из разных стран утверждают, человек кардинально меняется. И через сто лет его будет не узнать. К примеру, доктор Джеймс Фрейзер из Англии считает, что в будущем у людей будет клюв, как у птицы. И он станет прекрасной заменой зубам. Вот фотографии обычных людей. А эти будут жить на Земле через сто лет. Вот как выглядит человек 22 века по теории европейских антропологов. Неужели люди начали путь назад, к обезьянам? И как на самом деле будет выглядеть человек будущего? Самые сумасшедшие научные исследования только сегодня. В засекреченных списках. Тотальная слежка в Китае. Зачем Поднебесная держит всех под колпаком? Технологии стали более продвинутыми. В Америке спешно переходят на фторированную воду. Причем тут Гитлер? Все больше и больше появляется мужчин, которым не нужен секс. Смертельный страх Ичкока. Он просто вспоминал свои прошлые страхи. Зачем люди хоронят себя заживо? И я хочу вам сейчас ответить, что нет. Для чего миру нужны гомосексуалы и экстремалы? Тут мир, в котором мы живем, исчезает. Шокирующее открытие ученых. Как пропадают носки и чайные ложки? Здесь какая-то определенная, такая бытовая форма жизни в квартире. Действительно ли понедельник день тяжелый? Неужели блондинки правда глупее брюнеток? Блондин с голубыми глазами имеет другое IQ. Какие черты выдают серийного убийцу? И существует ли преступное сходство? У всех у них низкая чувствительность. Для чего министрам шаманские танцы с бубнами? И неужели для того, чтобы выжить, нужно стать химерой? То есть у него руки становятся ногами. И он продвигается быстрее, он более стремителен. Только сегодня Эдгар Запашный расскажет, как стал рабом кошки. Животные тебя воспитывают. Конечно, они тебя приучают. А бразильские географы поделятся сенсационными выводами семилетних исследований. Какая форма у нашей планеты? И куда исчез Южный полюс? Существует общий единый ледник, высота которого от 100 до 300 метров. Прямо сейчас, только в засекреченных списках. Дорогие предметы валятся из рук. Поезд, на который так спешишь, закрывает двери прямо перед носом. А начальник приходит с проверкой в отвратительном настроении. Что ты, Ася? Руки, я тебя нахер дам. В народе все это называют законом подлости. Это же на бытовом уровне мы можем наблюдать на законе Лучерброда. А вот этот закон в действии. Фанат, который первым купил новую модель смартфона, не удержал его в руках. А вот как вселенная посмеялась над британской бобслейсткой. Не успела-то выйти на старт. Как комбинезон лопнул в самом неподходящем месте. Другим же, наоборот, Фортуна улыбается широко. С гочином! Сразу всего. Как разгадать секрет успеха? И как добиться постоянного везения? Закон подлости открывает список самых невероятных теорий. В 1949-м американский инженер Эдвард Мёрфи впервые сформулировал то, что давно витало в воздухе. Закон вселенской подлости. Если неприятность может произойти, она обязательно произойдет. И часто в самый неподходящий момент. Вот девушка в прекрасном настроении занимается стряпней. Обратите внимание на ее волосы. Как только она решила покрасоваться перед камерой, наступила пора для закона Мёрфи. Эта дамочка попыталась оседлать детский велосипед. И вот чем все закончилось. Ну а тут женщина решила снять на видео свой эпический прыжок. Многим мужчинам нравится представлять себя великими паркурщиками. Скейтбордистами. И великими приколистами. Но почему одним все удается, а у других, наоборот, все валится из рук? Парапсихологи уверяют, что все дело в энергетике. Эту энергию можно стимулировать, можно менять. Но мысль меняет энергию человека. Тысячи блогеров во всех концах света дают советы, как защититься от неудачи. Это Роберт Стикс. Его ударила молния, внимание, восемь раз. И ничего, живой. В первый раз жена сказала случайность. Со второго начала что-то подозревать. А после шестого говорит, а не пристрастился ли ты к молниям? Может, чего другое попробуешь? Если человек невезучий, если у человека постоянно все клеится не так, как нужно, то, соответственно, на него и работает этот закон подлости. Понедельник – день тяжелый. Этого законопослушного гражданина Индии автобус сбил на пешеходном переходе в первый день недели. Именно в понедельник этот строитель решил проехать в машине с краской. И вот результат. Этим американским пенсионерам крупно везло два раза. И именно по понедельникам. 8 января этого года Роберт Гудвин выиграл миллион долларов лотерею. Но это не все. В августе прошлого года жена Роберта Джейн сорвала джекпот. Выигрыш снова пал на понедельник. Так, может, все как раз наоборот. И именно понедельник – самый удачный день. Есть люди, кому понедельник неудачлив. Это те люди, которые страдают лунатизмом. Те люди, которые страдают шизофренией. Точных исследований, которые бы сказали, вот именно в понедельник вам повезет, их, на мой взгляд, не существует. Закон подлости открыл хит-парад самых невероятных теорий. Дальше будет еще интереснее. Что общего между гей-парадами и теорией золотого миллиарда? Как обычная лампочка делает человека дрессированным хомячком? Представляете, как классно. Все население смотрит на лампочку и слушается вас. Настоящие кумиры. Почему они зарабатывают больше звезд Голливуда? Теория глупых блондинок. Американский ученый говорит, что знает все об особенностях светловолосых женщин. Как проникнуть в параллельный мир и вернуть потерянный предмет. Я нашел щель между мирами. И для чего всем надо учиться бегать на четвереньках? Благодаря тому, что он может передвигаться на четырех конечностях. По прогнозам ученых, скоро мы превратимся в обезьян. И чего смертельно боялся король ужасов. Хичкок, он страдал и был больным. Вся правда о самых невероятных теориях только в засекреченных списках. Он часто возникает на пустом месте. Носит неконтролируемый характер. И вгоняет человека в ступор. Страх. Человек еще в детстве начинает бояться громких звуков. Темноты. Лифтов. Летать на самолете и, конечно, умереть. Миром правит его величество страх. Процент фобии растет. И поэтому любая, казалось бы, вещь, которая была раньше простым стрессом и легко преодолевалась, сейчас может превращаться в фобию. В начале 20 века психиатры насчитывали 300 видов фобий. Сегодня врачи уже официально зафиксировали как минимум тысячу. Самые странные, необычные и анекдотичные фобии. Закон Хичкока на 10 месте невероятных теорий. Американские ученые заявляют, что главный страх человека 21 века – боязнь отправиться в могилу заживо. Все, наверное, задавались вопросом, как поднять крышку, можно ли вылезти с гроба закрытого, если тебя похоронили заживо. И я хочу вам сейчас ответить, что нет. Страх начинается с навязчивых мыслей о смерти, кошмарных сновидений и бессонницы. Все это перерастает в клаустрофобию и боязнь темноты. Не знаю, я видно, как во мне это, у меня реально начинаются трястись руки. Страх отправиться в могилу живым доводит людей до сумасшествия и безумных экспериментов. Блогеры пытаются узнать, насколько страшно оказаться в заколоченном гробу на двухметровой глубине. Все? Давай закрывай крышку. Такая просто адская тишина, я даже не могу передать словами. И можно ли, повторяя подвиги голливудских героев, самостоятельно выбраться наверх. Волвать! Несмотря на то, что насыпали вроде бы мало, очень тяжело. В Америке есть даже специальные курсы. Страдающих фобией на время закрывают в гроб, чтобы человек смог перебороть страх. А для продвинутых дополнительные уроки, на которых инструкторы рассказывают, как выбираться из гроба. В Ирландии пенсионер Джон Эдвардс провел в гробу три дня. Это не было ошибкой. Мужчину закопали с его же согласия, да и гроб был весьма комфортным. С освещением, вентиляцией, биотуалетом, водой и возможностью выхода в интернет. Чем Джон и пользовался, когда раздавал интервью. Да, я ем, пью. У меня тут куриное карри, чипсы и соусы. На боязни людей быть похороненными заживо паразитируют юмористы. Вот они стреляют в прохожего краской. А потом заставляют человека поверить, что он уже умер. Пытанься, пыль! Пытанься, пыль! Пыль! Потеряв страх смерти, искусство перестало бы быть таким ярким, интересным, выразительным, как оно есть. И это знают драматурги, режиссеры, сценаристы. Знал это и знаменитый Альфред Хичкок. Создатель триллеров сам страдал от навязчивой фобии. Режиссер с детства панически боялся куриных яиц. Не мог выносить вида яичного желтка. Он творил свои гениальные картины и стал мастером вот этих ужастиков не потому, что сам носил и страдал, и был больным. Ни в коем случае. Он просто рефлексировал, вспоминал свои прошлые страхи и мастерски, применяя свою волю, усиливал их и представлял их для зрителей. При этом Хичкок обожал черный юмор. Например, однажды он подарил 400 рыб человеку, который панически их боялся. Медицинское название этого нетуга – ихтеофобия. Иранец Амухаджи 60 лет назад перестал мыться из-за боязни воды. Сегодня 80-летний старик живет в норе на свалке и не хочет слышать о душе. Мужчина уверен, что умрет, если умоется или вымоет руки. Кстати, о аквафобии страдали многие известные люди. Никогда не мылись Бетховен, Карл Маркс, король Пруссии Фридрих Второй Великий и миллиардер Говард Хьюз. Все хорошо, ты готов, двигайся. А этот мужчина страдает акрофобией. Он, как и миллион людей, боится высоты. Страдающие этой фобией не могут находиться на верхних этажах зданий и даже на смотровых площадках. А в Китае акрофобов ждет самое серьезное испытание – воздушная тропа, стеклянный мост, построенный над пропастью в горах. У многих акрофобов на мосту сдают нервы и отказывают ноги. А ведь создатели воздушной тропы спрятали тут сюрприз. Конечно, это аттракцион, но оценят его не все. Иногда создатели пугающих аттракционов перебарщивают. В пол этого лифта вмонтированы мониторы, создающие полную иллюзию катастрофы. А в этом лифте мониторы в боковой стене. И кажется, что кабина просто вылетает из здания. Современные гаджеты породили новую фобию – боязнь расстаться с мобильным телефоном. Китаянка впала в истерику в вагоне метро. Причина припадка – разрядившийся телефон. А эта дамочка устроила истерику, потому что муж до сих пор не купил ей новую игрушку. Когда ты мне купишь? Я хочу сейчас! Сейчас нет купления. Почему? Я хочу седьмой сейчас. Я потому что всем сказала, что ты мне ехать подальше, что ты мне его не подалил до сих пор. Будут возникать различные экстравагантные фобии, и они будут не связаны с обществом как таковым, а с деградацией эмоциональной волевой сферы людей планеты. Одна из экстравагантных фобий современности – боязнь носить нижнее белье. Или лингерифобия. Возможно, ею страдает вокалистка румынской группы «Бежу», которая ни на концертах, ни в будни не носит нижнего белья. И украинские артисты Алекс и Таня. Я посоветовал бы тем людям, которые эту проблему имеют пока на уровне невроза, решать с помощью психотерапевта. Закон Хичкока на 10-м месте невероятных теорий. Смотрите далее. Что находится за краем земли? Шокирующие факты. Без грифа секретно. Солнце, которое мы видим, это всего лишь лампочка. Сколько стоит блондинка? Белые волосы – это только для богатых. Как привычка чистить зубы может вызвать слабоумие? Это выгодно равительствам различных стран. И кто спасется в ядерной войне? Останется несколько сот тысяч людей. Правда ли, что миром правят дураки? И защиты от дурака нету даже для, казалось бы, таких мощных олигархов. Только в засекреченных списках. Самые невероятные теории и правда, о которой мало кто знает. Планета устала от людей. Для Вселенной мы всего лишь 6 миллиардов мелких паразитов, которые постоянно ее уничтожают. И Земля избавляется от человечества. Она смывает нас водой. Заливает раскаленной лавой и забрасывает пеплом. Насылает ураганы. И выжигает огнем. Сейчас на уровне глобальном. Идет такая эпидемия катастрофы филии. Это гораздо страшнее, опаснее, чем эпидемия. Эбола, птичий грипп и прочие гадости. Ученые уверяют, стихийные бедствия будут продолжаться до тех пор, пока население Земли не сократится до миллиарда. Самые невероятные способы освобождения планеты от людей на девятой строчке засекреченных списков. Гей-парад. Сотни тысяч любителей однополых отношений весело дефилируют по улицам Праги. Рио-де-Жанейро. Стокгольма и Токио. Это типа как кольцо на одно место? Нью-Йорка и Киева. Девочки, ну, веселее, помашите. Во французском Лиле на гей-парад пришло более 20 тысяч участников. Это каждый десятый житель города. Есть инвалиды, есть профсоюзы, есть ВДСМщики. В общем, много разных колонн и платформ. Раздают бесплатные презервативы, какие-то листовки. В рядах людей с нетрадиционной ориентацией в основном молодежь. А, как известно, от однополой любви дети не рождаются. Человек убивает собственную популяцию. Эти люди демонстрируют, что что-то в наших приспособительных механизмах не так. Что где-то мы потеряли не просто ориентиры и контроль, но где-то реально у нас что-то переклинило. В 70-е годы 20 века в Америке появилось движение Child Free. Это люди, которые сознательно не хотят иметь детей. А еще есть организация НОН, не родители. За последние годы к движению примкнули тысячи землян. Тот мир, в котором мы живем, он исчезает. А в Японии около миллиона молодых мужчин от 17 до 40 лет выбрали добровольное затворничество. Их называют хики-камори. Они годами не выходят из дома, играют в компьютерные игры и не общаются с людьми. Я с детства не любил встречаться с другими людьми. Мне просто нечего делать на улице. Еду и питье затворникам приносят родители. А все попытки психологов и социальных работников помочь им заканчиваются провалом. Он сидит без света, без одежды и постоянно играет или смотрит телевизор. Это пугает. Определенная дебилизация сознания людей через компьютерные игры люди перестают адекватно воспринимать действительность. А этим людям жизнь кажется слишком скучной. Они охотятся за яркими впечатлениями. Вот мужчина решил пролететь на тарзанке над водоемом, кишащим крокодилами. В результате хищник откусил джамперу голову. А вот неподготовленный молодой человек захотел испытать чувство свободного полета. Хорошо еще, что прыгать он решил в связке с опытным парашютистом. Ведь как только прыгун покинул самолет, тут же потерял сознание. Инструктор приводил парня в чувство прямо в воздухе. Не прыгайте! Не прыгайте! Руферы, зацеперы, клейфдайверы. За последние годы появились десятки способов расстаться с жизнью быстро и весело. Причем сегодня быть на волосок от смерти мало. Нужно, чтобы об этом узнало как можно больше народу. Москвичка Ангелина уже несколько лет выкладывает подобные фото в интернет. После чего у нее появляются поклонники. Чем экстремальнее тема, важнее процесс. Результат, по сути, когда ты доходишь до точки финальной, он уже никому не интересен. То есть это не альпинизм, мне задача покорить вершину. И ради этой вершины делается все. Блогер ради очередных лайков вытащил из норы смертельно ядовитого паука, черную вдову. Посадил ее на себя и ждал, укусит она его или нет. Прямо на краю моего пальца ползет. Она сплела еще немного паутины. Такие забеги в Испании регулярно заканчиваются трагедиями. Но с каждым годом желающих испытать судьбу становится только больше. А вот пранкеры, прикинувшись привидениями, решили напугать водителя. Но тот шутки не понял. Нажал на педаль газа и проехался по одному из шутников. Может быть, для них как раз и существует вот эта тема, связанная со страшилками. Ну, а другие люди это категорически не приемлют. А между тем в мире набирает популярность военный туризм. Офисный планктон выбирается в страны, где идет настоящая война. Люди, наигравшись в компьютерные стрелялки, даже не представляют, что их ждет в реальности. Люди подхлёстывают, а Дридалин сейчас станет героем, который будет стрелять, тоже там участвовать в этих баталиях. И живым обязательно останется. Это тоже, кстати, стандартная психология. До того момента, пока не упадет первый снаряд рядом, такое ощущение реальности приходит. Прятки со смертью играют и вполне образованные люди. Так недавно сербская художница Марина Абрамович заявила, что собирается устроить жуткий перформанс. Женщина хочет пропустить через свое тело миллион вольт. Людям постоянно внушают страх обычных вещей. Мы боимся боли, боимся страдания. Люди умышленно пытаются проводить с собой какие-то немыслимые эксперименты, связанные с риском для человеческой жизни. Вопрос, что здесь, как этот феномен можно назвать, и если это явление, то откуда растут ноги, и что с этим делать? Вот в чем вопрос. Планета пытается сбросить с себя лишних людей. А люди тем временем стремительно деградируют. Цифровая цивилизация приводит к тотальной неграмотности. Образованных людей становится все меньше. А юзеров с больной психикой, часами просиживающих за экранами мониторов и не знающих цену человеческой жизни, все больше. Так что теория золотого миллиарда скоро может стать реальностью. Это была девятая строчка в списке самых невероятных теорий. Смотрите далее в засекреченных списках. «Хочешь жить вечно? Стань химерой!» Желание, допустим, чтобы у вас была своя свинья, которая была вращивала для вас, для замещения печень, почки. Обо всех скрытых извращениях расскажут руки. Ну, в общем, просто это, например, недоразвитый мизинец. Потому что мизинец на руке человека, он отвечает за сексуальность. Что вытворяют современные ведьмы? А там уже и до дурки недалеко. Почему блондинок считают глупыми? Где тут правда, а где миф? Блондинки-то почти все крашены. Политические танцы с бубнами. Почему в них участвуют даже министры? О чем молчат космонавты? И что в действительности можно увидеть с космической орбиты? Абсолютно ровный горизонт. Все лучшее кошкам. Как они нами управляют? Между кошкой и человеком есть написанный договор. А прямо сейчас. Оглянитесь, за вами следят. Марк Цукерберг в марте этого года потерял 6 миллиардов долларов на очередном скандале с утечкой данных пользователей. Его соцсеть собрала информацию о политических предпочтениях 50 миллионов граждан по всему миру. Собрать информацию можно молниеносно. Достаточно фотографий. Американские разработчики умудрились внедрить шпионские программы даже в детские игрушки. Власти Германии призвали родителей уничтожить уже купленные для детей куклы серии «Мой друг Кайла». На прошлой неделе я ходила к подруге пить кофе. Она очень забавная. Ты считаешь Клару забавной? У него есть анализатор речи, генератор речи, и она соединена с интернетом. Так вот, эта кукла могла и может до сих пор спрашивать у детей, как тебя зовут, в какую школу ты ходишь, как зовут твою папу и маму, где ты живешь, какой твой адрес, и так далее, и так далее. И ребенок, думая, что он общается с куклой, на самом деле он передает наивный эту информацию абсолютно посторонним дядям. Конспирологи уверены, что уже и благо цивилизации, которыми мы пользуемся каждый день, свет и вода, давно превратились в инструменты в руках мировых элит. Это очень просто делается. Это добавляется либо в еду, либо в воду. И один из примеров – это фтор, или хлор, соединение которого отравляет человека, делает его более тупым и более управляемым. На известном сайте по продаже книг роман «Антиутопия» фантаста Джорджа Оруэлла «1984» об обществе тотального контроля за каждым бьет рекорды популярности. Пользователи отмечают, что Оруэллу удалось абсолютно точно предсказать то, что происходит сегодня, и описать это одной фразой «Большой брат следит за тобой». Сегодня ни один человек в мире не может остаться незамеченным. Как только вы поднимете голову и посмотрите в открытое небо, как только вы посмотрите наверх, спутник вас сразу же зафиксирует. За нами следят, нас учитывают и изучают с разными целями. Выявить наши замыслы, продать товары и услуги, выяснить политические пристрастия. Но кто этот большой брат, который держит нас под колпаком? Одна из самых невероятных теорий на восьмом месте засекреченных списков. Система тотальной слежки за китайскими гражданами. На улицах установили миллионы видеокамер. Новые технологии мгновенно распознают лица. Человека можно отследить в любом месте, в любое время. До создания этой технологии работу выполняли люди. Вопрос в том, что технологии стали более продвинутыми. С помощью видеослежания Пекин планирует создать систему социального рейтинга, где учтут и запишут буквально все. От того, насколько почтительно человек относится к родителям, до поезда к зайцам на городском транспорте. И главное, какими интернет-ресурсами интересуется гражданин и с кем он общается. Если рейтинг у китайца будет низким, ему откажут в кредитах, поднимут налоги и запретят выезд за границу. Наши телевизоры тоже умеют следить за хозяевами. Скандал разразился, когда выяснилось, что устройства сразу трех известных марок снабжены функциями сбора голосовой и видеоинформации. В инструкциях к этим телевизорам есть соответствующее примечание мелким шрифтом на последней странице. Не рекомендуется упоминать о личных секретах и секретной информации вблизи устройств компании с функциями Smart TV. Вы будете удивлены, но гаджеты в вашем собственном доме, они работают бандами. Но на самом деле за вами может следить даже ваш пылесос. Абсолютно дикий скандал. Происошел недавно, когда на производителя пылесосов пользователи подали в суд. Почему? Потому что без ведома пользователей пылесос рисует цифровую карту вашего дома. Что у вас где находится, какого размера у вас помещения, какой они формы и так далее. Сегодня вы не можете быть спокойны даже в собственной спальне. На слежке за пользователями попался канадский производитель секс-игрушек. Выяснилось, что его гаджеты сообщали производителям, кто с кем и сколько раз занимался сексом. Но кому мы нужны со своими секретами? Как выясняется, тому самому большому брату. Ведь его цель – тотальный контроль. А информация – это власть. Эта информация позволяет следить и анализировать, и прогнозировать, как будут люди покупать, за кого люди будут голосовать, как они будут реагировать на это, как они будут реагировать на то. То есть как они подвергаются манипуляции с помощью вот этого инструмента. Есть еще более сенсационная версия о методах невидимого контроля. Ученые высказывают предположение, что людьми давно управляют с помощью воды. Когда человек пьет фторированную воду или получает продукты питания, в которых содержится фтор, у него происходит отравление мелкими дозами фтора. Из-за этого человек чувствует себя подавленным. Академик Академии естественных наук, врач Алексей Одинец, уже много лет употребляет только фильтрованную воду и покупает зубную пасту без фтора. Эксперименты по фторированию воды, они вообще были в концлагерях фашистских. И таким образом немцы фашистской Германии подавляли волю заключенных, снижали вероятность побегов. Добавлять в воду химию в малых количествах стали еще в 50-е годы прошлого века. Считается, что фтор помогает избежать кариеса. Но не только. В 1990 году ученый Джоннифер Люк из Университета Суррея в Великобритании заявил, что весь фтор из водопровода накапливается в человеческом мозге, в эпифизе. Эпифиз, или шишковидная железа, отвечает за выработку половых гормонов и гормона удовольствия серотонина. А из-за накопления фтора в шишковидной железе происходит ее усыхание и замедление всех функций. Все больше и больше появляется мужчин, которым не нужен секс. То, что фтор еще и понижает интеллект, подтвердили эксперименты, проведенные учеными Гарвардского и Шанхайского медицинских университетов. Оказалось, что этот химический элемент якобы способствует усвоению алюминия. И это приводит к слабоумию и нарушениям в работе мозга. Теория Большого Брата это еще и тайна энергосберегающих лампочек. Американские социологи Эрик Оливер и Томас Вуд выяснили, что каждый десятый американец считает, что правительство подавляет волю людей именно с помощью этих бытовых приборов. Гипнолог Артем Родченков точно знает, как работает воля человека и что именно может отключить мозг. Если мигающий свет способен вызвать эпилептический припадок, то излучением определенного спектра тоже можно влиять на сознание. Есть спектры, которые глаз видят, есть спектры, которые глаз не видят. Но само влияние может оказывать на нас что? Если свет может оказывать влияние, подавляя немножко нашу психику. Но кто же скрывается за этим расплывчатым термином «большой брат»? Ответ очевиден. Тот, кто наводнил окружающий мир своими товарами. Тот, кто охотится за учеными и технологиями будущего по всему миру. Сборщик информации и основной потребитель этой информации это являются Соединенные Штаты. Поскольку в интересах государства сегодня любой режим, любой государство, любой политик, любой человек может считаться потенциальным террористом, потенциальной угрозой национальным интересам США. Как только мы согласились жить в комфортном современном мире с теплыми и светлыми домами, где есть водопровод, вай-фай, молниеносные передачи информации и возможность разглядывать любую точку земного шара, не вставая с дивана, мы согласились, что и весь мир также может разглядывать нас. Одна из самых невероятных теорий на восьмом месте засекреченных списков. Далее в программе. Физические законы оказались фальшивкой. Сенсационные открытия ученых. Блондинки или брюнетки? Кто умнее? К примеру, блондин с голубыми глазами имеет другое IQ, которое отличается от показателей брюнетов или рыжеволосых. Человек-раб кошки. Как они нами управляют? Чтобы у нас у всех хоть раз в жизни появился вот такой вот добряк, с кем можно подходить, нести себя, как будто это плюшевая игрушка. Как жертвы насилия сами выбирают своих мучителей? Девушки влюбляются в парней, которые имеют психопатологию. Кто на самом деле развалил Советский Союз? Уникальное воздействие трех человек, нескольких бутылок водки на историю. А прямо сейчас политические танцы с бубнами. Почему в них участвуют даже министры? Как по глупости развязывают войны и устраивают катастрофы? Об этом совсем скоро в засекреченных списках. Знаменитый бурятский шаман проводит очень опасный обряд. Это обращение к Эрлик Хану, богу смерти. Ритуал попал на видео впервые. Обычно снимать его шаманы категорически запрещают. Очень тяжелое состояние физическое. Это требует колоссальных физических усилий. Ролик разлетелся по сети со скоростью звука шаманского бубна. Потому что бога смерти вызывали к главе района Ивану Альхееву. Вот такой был обряд защиты народа пунктий для избавления того политического бардака, которого говорится районным, благодаря действующему. Ритуал окрестили политическим молебном. И, похоже, власти Бурятии отнеслись к этим танцам с бубнами всерьез. Глава республики Алексей Циденов экстренно прервал свой отпуск и созвал срочное совещание, чтобы взять ситуацию в республике под контроль. Комичная вроде бы история, но это лишь маленький и очень наглядный пример, как одним ударом в бубен можно изменить политическую карту отдельной местности. Историки и социологи говорят в один голос. Ход мировых событий это цепочка случайностей и спонтанных действий отдельных людей. Судьбоносным может оказаться и случайный выстрел, и неосторожная публикация в соцсети, и ритуал, проведенный шаманом. Порой бывает так, что нашу жизнь и историю меняют действия людей, которые вообще никак, никаким образом судьбой не были для этого предназначены. Такие события можно описать знаменитой фразой покойного премьера Черномырдина. Никогда такого не было. И вот опять. Ведь их невозможно ни предвидеть, ни спрогнозировать. Есть даже такие статистические исследования, которые говорят, что в нашей истории мировой действительно двигают психопаты. На самом деле, такие люди выполняют очень четкую функцию, которая им, в общем-то, делегирована. И, естественно, они не подвластны сами себе. Яркий пример того, как это работает, Беловежские соглашения. Тогда СССР, работу по развалу, которого американцы вели десятилетиями, рухнул в одночасье. Без дополнительных затрат и гораздо раньше, чем ожидали на Западе. Это потом сказали отставные работники сруб. Мы собирались до 2000 года. Мы, в принципе, собирались развалить с СССР, но к 2000 году. А эти за два дня управлялись. Неожиданно совершенно. Как показывает практика, события в новейшей истории далеко не всегда развиваются по намеченному сценарию. Политики заключают соглашения, спецслужбы ведут подковерные игры и просчитывают свои комбинации. Но в самый ответственный момент на сцену выходит случайный человек и все меняет абсолютно неожиданным образом. Невероятная теория о том, что миром правит «Фактор дурака» на седьмом месте засекреченных списков. Разработчики современной бытовой и компьютерной техники вшивают в мозг умных устройств специальную программу. На сленге программистов она называется «защита от дураков». Ее прямое назначение не дать человеку сломать дорогую вещь случайным нажатием на несочетаемые кнопки. Жаль, нельзя создать такую программу для мировой истории и политики. Взять хотя бы недавнюю высылку российских дипломатов из США, которая привела в ярость даже самого Трампа. На самом деле господин Трамп сказал своим помощникам «вышлите столько российских дипломатов, сколько вышлют европейские страны». И его помощники посчитали совокупно сколько всего дипломатов вышлют все европейские страны. И выслали соответствующее количество 60. Узнав об этом, Трамп пришел в дикую ярость, потому что он имел в виду, что примерно столько же, сколько в среднем высылает европейская страна. То есть 2, 4, 5, 6, что-то в этом роде. Но не как 60. С другой стороны, стоит ли обижаться на необразованных помощников, если даже предыдущий президент США Барак Обама был не в курсе, сколько в его стране штатов? На всякий случай уточняем. 50. Я побывал в каждом уголке своей страны. Я посетил 57 штатов, и мне остался еще один. Никаких тайных заговоров, масонских лож, секретных собраний. Просто огромное количество бюрократов Белого дома, которые путают цифры, буквы и распоряжения. Когда говорят о том, что президент Трамп очень хотел наладить отношения с Россией, а потом в итоге, когда он занял Белый дом, ему условно и там Джон, Билл и Тед не разрешили налаживать хорошее отношение с Россией, поэтому он ничего делать не может. А это правда, но только часть правды. Правда еще и в том, что в Штатах фактор дурака приводит не только к дипломатическим скандалам. На последних президентских выборах именно он отправил страну по пути, который оказался неожиданным для всех. Мировые элиты строили планы исходя из того, что президентом станет Хиллари Клинтон. А тут... Как в детской песенке. Раз утечка, два утечка. Дураков используют в светлую и в темную. И у руля мировой истории оказывается обладатель компромата на всех. Джулиан Ассанж, основатель сайта Викилиц, где публикуются секретные материалы о шпионских скандалах и коррупции в высших эшелонах власти. Есть возможность повлиять на ситуацию практически в любой стране. При этом никто не знает, откуда это на самом деле идет. И вот эта технология, она по сути стала ноу-хау на Ассанжа. То есть, когда возникает некий ресурс, откуда идут какие-то сливы, компроматы, причем очень серьезные, и за которыми идут последствия. Потом идет борьба, идут какие-то интриги и так далее. То есть, все это начинает нарастать. И при этом никто не знает, кому это выгодно и кто за этим стоит. Фокус в том, что никто конкретно. А Ассанж, ярый борец за правду и за собственный банковский счет, просто использует глупость чиновников и дыры, оставленные дураками-программистами. Львовский активист Иван Бубенчик новый герой Украины. Бывший военный с гордостью признается. Четыре с лишним года назад именно он первым открыл стрельбу на Майдане. Ваня, у нас сброя есть? Я скажу, есть. Он скажет, сколько я скажу. Вот и на автомат. С этого автомата началась гражданская война, которая унесла уже около 20 тысяч жизней. А Бубенчик с удовольствием демонстрирует свою огневую точку в Киевской консерватории. Выбрал командарю двух с початку одного а потом другого. В ответ на вопрос, что толкнуло его открыть огонь, Иван рассуждает о патриотизме. О том, что первая кровь превратила протест в затяжную гражданскую войну, этот патриот даже не думал. Бубенчик, который стрелял по берегу, тот сыграл ключевую роль. То есть, если бы не было его, то, может быть, вообще все повернулось по-другому. Его выстрелы сразу же привели к тому, что началась вот эта вот череда событий, которая в конечном счете привела к тому, что мы сейчас имеем на Украине. Два роковых выстрела обернулись падением уровня жизни в стране в три раза и привели к войне в Донбассе. Между тем, олигархи, против которых стоял Майдан, по-прежнему набивают карманы и офшоры. Сам Бубенчик, сделав это глупое признание, по мнению экспертов, подписал себе смертный приговор. И сейчас, в общем-то, его сливают как ненужного свидетеля. И я думаю, скорее всего, что через какое-то время получится так, что его просто не будет в живых. Поэтому вот эти вот все примеры, да, они поворачивают историю вспять. Вы удивитесь, но Первая мировая война началась по похожему сценарию. Первая мировая война началась с того, что какой-то серб Гаврила Принцем выстрелил в Эрцгердвика Фердзинах, то есть в Сараево. В принципе, никто не думал, что возможно, что четыре года будут все страны Европы воевать из-за этого. В этот момент случилось еще одно роковое событие. Старец Григорий Распутин срочно засобирался из Тобольской губернии в столицу, чтобы отговорить императора Николая Второго ввязываться в войну. И отговорил бы. Но на его пути возникла Хиония Гусева с кинжалом за три рубля, купленным на царицинском рынке и фанатичным желанием убить того, кого считала развратником и лжепророком. Во время допросов женщина заявляла, что теперь она герой на всю Россию и бравировала своим поступком. Получается, что девица с этим ножом, которая где-то там в Сибири неожиданно подсказала и ударила его, то привела к тому, что Россия, Российская империя влезла в войну, а потом в результате в этой войне очень много потеряла. Война привела в свою очередь к революции 1917 года, потом к гражданской войне, и потом ко многому-многому всему. И все началось из-за этого. То есть, в принципе, в одной Первой мировой войне уже два таких случайных события. То есть, с одной стороны, серб в Сараево, с другой стороны, девица где-то в Тобольске. Хиония Гусева закончила свои дни психиатрической лечебницей. Гаврила Принцип умер в тюрьме от туберкулеза, а мир погрузился в многолетнюю кровавую бойню. В общем, не зря в народе говорят, дурак опаснее любого врага. В его действиях бесполезно искать логику. Их невозможно ни просчитать, ни предотвратить. И вот почему перед глупостью мы все бессильны. А невероятная теория, согласно которой дураки правят миром, оказалась на седьмом месте засекреченных списков. Смотрите далее. Заговор НАСА. Это мультики, которые нам показывают. Черная зависть. Кто распускает слухи о глупости блондинок? Этот цвет волос дает безопасность. Мужчины, мне кажется, не так серьезно относятся к блондинкам, как к брюнеткам. Мы не одни в своей квартире. ГОВОРИТ Куда исчезают парные вещи? Есть какая-то определенная такая бытовая форма жизни в квартире, да, она как бы уводит вещи. Убийцы и насильники среди нас. Как распознать опасного соседа? Я знаю, я держу! Он практически не моргает, у него замороженный взгляд. Почему на Аляске избрали мэром города Ката? Я придерживаюсь той теории, что между кошкой и человеком есть неписанный договор. И прямо сейчас почему замолчали и гнята? Самые невероятные теории только в засекреченных списках. Знаменитый актер Энтони Хопкинс недавно шокировал поклонников этим видео. Актер машет руками, трясет головой и строит рожи. Видео сопровождается словами «Вот что случается, когда ты весь в работе и нет времени поиграть». Фанаты единодушно решили, что кумир таким образом готовится к новой роли сумасшедшего или маньяка. Спасибо большое, мистер Хопкинс. Ведь известно, что Энтони очень серьезно подходит к работе в кадре. Например, перед тем, как сыграть маньяка Ганнибала Лектора, актер досконально изучил досье серийных убийц, посещал тюрьмы и общался с настоящими маньяками. Просматривая документы и видеохронику, Хопкинс заметил очень любопытную деталь. Самый жестокий серийный убийца в истории США Чарльз Мэнсон во время допроса почти не моргал. Хопкинс перенял эту деталь на экран. Один раз перебежчик пристал ко мне со странными вопросами. Я съел его печень с тушеными бобами и соусом. Страшный собирательный образ маньяка принес Хопкинсу премию «Оскар» за лучшую мужскую роль и всемирную славу. Недавно нейробиологи из Новосибирска выяснили, почему не просто вычислить и поймать маньяка. Ростовского каннибала и убийцу Андрея Чикатило преследовали больше 20 лет, а украинского зверя Анатолия Анаприенко около 10. Сибирские ученые исследовали две сотни преступников и пришли к выводу, что у маньяков существует генетическая предрасположенность к агрессии. А виноват в этом ген дофаминового рецептора Д4. Один из его эффектов нестандартное мышление. То есть обычный человек не способен понять логику маньяка. Человек с геном маньяка, он не наделен способностью вообще как-то себя и ситуацию взвесить в плане какого-то морального содержания. И, соответственно, не возникает чувство контроля. Не возникает даже у него мысли о том, что мне делать, правильно я делаю или неправильно. Тяга к состоянию, в котором маньяк убивает и насилует, отражается на внешности и поведении. Невероятная теория о том, что маньяками не становятся, а рождаются на шестой строчке засекреченных списков. Некоторые ученые считают, чтобы в два счета распознать в незнакомца опасного человека, достаточно просто зевнуть. Если незнакомец тоже зевнул, то можно не беспокоиться. Этот прием советуют физиогномисты. Профайлеры-криминалисты рекомендуют обращать внимание на форму губ. У всех у них тонкие губы. Тонкие губы это что значит? Это низкая чувствительность. И вот у психиатров есть такое понятие эмоционально тупой психопат. Кстати, с этим можно поспорить. У бицевского маньяка Пичушкина, а на его счету гибель 49 человек, губы отнюдь не тонкие. Если внимательно разглядеть руки маньяка, можно увидеть ряд характерных особенностей, рассказывает хироман с 20-летним стажем Андрей Румянцев. На руке человека есть так называемая зона Марса, которая отвечает за агрессию. Есть контролируемая агрессия, есть неконтролируемая агрессия. Будут показатели неконтролируемой агрессии. Это, например, линия головы врезается в линию сердца. Если на генном уровне есть какая-то склонность к маньячеству, то будет нарушен популярный узор на холме Венеры. Холм Венеры отвечает за страсть, за сексуальность, за контролируемую сексуальность, за неконтролируемую сексуальность. Эксперты уверены, что злодея можно вычислить и по форме пальцев. Короткий, как будто недоразвитый мизинец укажет на сексуальную патологию. Некоторые эксперты считают, что маньяка отличают ярко выраженные брови, высокая агрессивная челюсть и покатый лоб. Смещенные назад фронтальные части лобных долей якобы говорят о неконтролируемом уровне импульсивности и агрессии. Нейробиолог и профессор Университета Калифорнии Джим Феллон изучил образцы мозга известных психопатов-убийц, пытаясь объяснить биологическую природу их тяги к насилию. Ученые утверждают, что обнаружил удивительные закономерности в передаче генов жестокости. Ключевой момент влияние генов насилия, таких как ген МАОА. Разновидность этого гена есть и у нормальных людей. Он связан с полом и содержится в Х-хромосоме. В данном случае получить его можно только от матери. Дочь может получить вторую Х-хромосому от отца. Тогда эффект гена как бы ослабляется. Возможно, поэтому большинство маньяков-убийц являются мужчинами. Однако не все обладатели генов насилия становятся серийными убийцами. Специалист лаборатории судебной сексологии Института имени Сербского Георгий Введенский считает, что многое зависит от воспитания. В целом, расстройство сексуального предпочтения во многих случаях выявляется, ну, скажем так говорить, сниженная роль отца в семье, женское воспитание. В пользу этой теории говорят еще и обстоятельства жизни детей известных серийных убийц. Биография сына Андрея Чикатило Юрия насыщена тюремными сроками за вымогательство, подделку документов и изнасилование. А еще он любит козырять свои известные фамилии и давать интервью, причем исключительно за деньги. Но большинство наследников серийных убийц не идут по стопам родителей, но тщательно скрывают от окружающих свое происхождение. Потому что в неподтвержденную теорию о существовании гена маньяка верят многие. У кровавого убийцы Чарльза Мэнсона было три сына. Младший покончил с собой. Средний и старший скрываются по программе защиты свидетелей. А сыну Анатолия Анаприенко Дмитрию повезло. Во время суда над отцом ему экстренно поменяли паспорт и отдали на воспитание в другую семью. Дмитрий полностью вычеркнул из своей жизни отца. Но по иронии судьбы выбрал его профессию. Моряк дальнего плавания. Теория гена маньяка на шестом месте засекреченных списков. Совсем скоро тройка лидеров. Не переключайте. Далее в программе. Земной шар это обман? Почему НАСА скрывает истинное изображение Земли? И куда делся Южный полюс? Так вот этот веночек обозначает что? Тот самый круглый ледник, который окружает полностью всю нашу планету. И для чего всем надо учиться бегать на четвереньках? Благодаря тому, что он может передвигаться на четырех конечностях. По прогнозам ученых, скоро мы превратимся в обезьян. Формула пропажи второго носка. Американские ученые выяснили, почему исчезают парные предметы. А прямо сейчас шокирующий результат многолетнего эксперимента с блондинками. Об этих женщинах часто судят по цвету волос и их привычки попадать в смешные ситуации. Конкурс красоты. Белокурая дебютантка так волнуется, что не может связно говорить. Да еще и ленточка подводит. Извиняюсь. Я очень много думала об этом. Я, наверное, еще... Да снимите ее уже. Ну да, действительно. Королевам красоты все простительно. Но эта дама попала в тяжелую ситуацию не на подиуме, а на заправке. Репутация блондинок за рулем автомобиля сильно подмочена. Вот белокурая барышня сбегает с места ДТП. Вы пытаетесь в каком основании? Вы пытаетесь в каком основании? В каком основании? А здесь спорит с гаишниками. Я хочу, чтобы вообще никогда в жизни больше не подходили. Вы вообще забыли про меня на свете. Покажите, да еще. И как тут не поверить в народный миф о блондинках? Я в восторге вообще от того, что я блондинка, и я никогда не хотела бы изменить свой цвет волос. Это как бы маска. Если я покрашусь брюнетку, сразу будет видно, что я стерва по взгляду, потому что у меня светлые глаза. Это будет сразу бросаться в лицо. И поэтому я пытаюсь скрыть это. Но так ли глупые блондинки как их малюют? И что, если в этих светлых головах на деле скрывается высокий IQ? Ну, наверное, больше двухсот. Ну, конечно. Теория глупых блондинок на пятом месте засекреченного списка. Блондинки глупее брюнеток. Или это миф? Группа исследователей из Университета Огайо под руководством профессора Аджея Загорски изучала этот вопрос на полном серьезе. И вот сенсационные результаты эксперимента. Оказывается, по их мнению, все с точностью да наоборот. В мире имеется достаточно прецедентов по дискриминации блондинок. И мне хотелось бы убедиться в том, что мы на самом деле относимся к светловолосым людям с предупреждением Правда ли то, что блондинки глупые? Не факт. Для этого нам необходимо было провести тщательное исследование. 11 тысяч добровольцев на протяжении нескольких лет сдавали сложные тесты. Брюнеты, шатены, рыжие и белокурые граждане США в возрасте от 18 до 70 лет были честны перед наукой. Результаты исследований шокировали приверженцев теории о глупых блондинках. Так вот, обычный результат теста IQ взрослого человека равен 100 баллам. В нашем тесте женщины-блондинки показали результат в 103 балла. На сегодняшний день просто это уже стало хохмой, юмором, шуткой. И блондинкам удобно, сейчас можно пользоваться этим. То есть, если что, а что вы от меня хотите? Я блондинка. Меньше всего в теорию глупых блондинок верят сами блондинки. Но вместе с тем они прекрасно пользуются распространенным заблуждением. Женщины, которые выбирают белый цвет, они хотят казаться глупыми, играют глупую роль. И в этом заключается их ум и хитрость. На самом деле, блондинки далеко не глупые женщины. Это такой, знаете, персонаж, куклы. Все равно все барби в основном они либо белокурые, с отличной фигурой, с красивыми внешними данными. Эксперты утверждают, что блондинки еще и чувствительнее остальных. Блондинки, брюнетки или рыжие у всех есть разный уровень чувствительности. Но эта физиология никаким образом не связана с уровнем интеллекта и головным мозгом. Звезда Ютьюба Мария Капшукова осветлила волосы 13 лет назад и уверена, что не прогадала. Шутка ли? Под каждым постом этой эффектной дамы до миллиона просмотров. Образ блондинки приносит девушке хороший доход. Темные цвета всегда дают возраст девушке больше, чем ей на самом деле есть. Плюс 10, плюс 15 лет может прибавлять цвет волос. И плюс усталость какую-то, какие-то круги под глазами. То, что в белом цвете никто не замечает. Мария уверяет, быть блондинкой не так уж и просто. Это занятие требует и времени, и денег. Белые волосы это только для богатых женщин. Они уже изначально не могут быть глупыми. Потому что только лечение моих волос стоит в месяц около 20 тысяч рублей. Покраска, но около 40 тысяч только уходит за уходом на белые волосы. Почему белокурых дам считают глупыми в большинстве стран мира? Может быть, речь идет о глобальном заговоре? Заговоре брюнеток. Продолжение следует... Многие убеждения имеют глубокие корни. Я виню в этом отчасти и литературу, кино и телевидение. Блондинки часто показаны глупыми. Это называется дискриминация. Но в наших силах победить, изменить общественное мнение. Мадонна навсегда блондинка. Но я не могу сказать, что она дура. Человек, который без голоса и только шоу делает и собирает миллионы долларов только за один концерт. Не думаю. Это просто, как сказать, какой-то ярлык. Возможно, Мария забыла, что настоящий цвет волос Мадонны вот такой. В числе ненатуральных самые знаменитые блондинки. Мерлин Монро, Рис Уизерспун, Николь Кидман, Хиллари Клинтон. Социологи считают, что блондинкам проще и в карьере, и в личной жизни. Так вот, обычный результат теста IQ взрослого человека равен 100 баллам. В нашем тесте блондинки показали результат в 103 балла. Даже если надо будет попрошайничать, блондинки получат больше денег, чем брюнетки и рыжие дамы вместе взятые. Отсюда вывод. Когда вы осветляете волосы, ваша жизнь может измениться к лучшему. Привет! Натуральную блондинку и модель Анастасию Квитко называют русской Кардашьян. Квитко утверждает, что продюсерам, агентам и другим работодателям все равно, какой цвет волос у модели. Главное – образ. У нас такая жизнь не очень легкая у некоторых людей, поэтому это делает девушек сильнее, и они добиваются больше успеха в жизни. Ян Флеминг, автор книжек про агента 007, изначально назвал своего героя Блонд – Джеймс Блонд. На фамилии Бонд настояла жена писателя – природная брюнетка. Теория глупых блондинок на пятом месте за секречного списка. Тройка лидеров уже совсем скоро. Далее в программе «Человек-раб-кошки». Как они нами управляют? Чтобы у нас у всех хоть раз в жизни появился вот такой вот добряк, с кем можно подходить, вести себя как будто это плюшевая игрушка. Хочешь жить вечно? Стань химерой! Желание, допустим, чтобы у вас была своя свинья, которая была ращена для вас для замещения печень, почки. Невероятная теория пропажи парных вещей. Как с помощью потерянного носка ведьмы наводят порчу на мужчин? А там уже и до дурки недалеко. Самое интересное впереди. Не переключайте! Национальный институт экономики и статистики Франции сообщает, каждый день в мире пропадает 42 миллиона парных вещей. Столовых приборов, перчаток, ботинок и носков. Проблема пропажи парных вещей это интернациональная проблема. За исчезновениями парных предметов скрывается нечто большее, чем наша невнимательность. Куда они исчезают? Невероятная теория второго носка на четвертом месте засекреченных списков. Австралия, Мельбурн. Специалисты Центра эпидемиологии института Бернета проводят эксперименты. Они закупают 70 чайных ложек, маркируют их, отдают в столовую и каждую неделю пересчитывают сколько осталось. Результат становится сенсацией. Спустя 5 месяцев 80% приборов бесследно исчезли из пищеблока. Всего же по подсчетам австралийских ученых в мире пропадает больше 42 миллиардов чайных ложек в год. Куда они деваются, светило науки пока не разобрались. А это уже США. Здесь исследователи на полном серьезе бьются над другой загадкой. Кто крадет носки из стиральной машины? Любой человек, любая система стремится к завершенности, к цельности. Соответственно, если у нас система состоит из двух частей, как, например, носки, пара носков состоит из двух частей, если одна пара носков утеряна, вся система начинает страдать. Известный физик Стивен Хокинг как-то заявил, что из стиральной машинки носки вытягивают черная дыра. Пошутил? Или действительно что-то знал? Любопытно, что темные парные вещи исчезают чаще светлых. Знаменитые британские ученые пошли еще дальше. Они вывели формулу, которая связала исчезновение носков с составом белья, которая загружается в стиральную машину. Индекс потери носков выглядит так. В этой формуле учли объем стирок и в чистоту количество носков, а также любовь хозяев к чистоте. Пока ученые выводят формулы, блогеры в интернете продолжают разбираться в проблеме экспериментальным путем. Один из них обнаружил, что носки поедает сушилка. Другие выясняют, кому выгодно похищать парные предметы. Если отбросить человеческую рассеянность и дефекты стиральной машинки, главным подозреваемым становится домовой. Говоря красиво, это энергоинформационная структура, это определенный сгусток энергии, так или иначе, который воздействует на пространство, в котором мы живем. То есть это, можно сказать, вот такой туман наводит или пелену какую-то на глаза наводит. Экстрасенсы уверены, домовые воруют парные вещи без злого умысла. Наигравшись, они возвращают носки и перчатки на прежнее место. Хуже, если предмет был изъят по воле темных сил. Это, кстати, тоже один из таких способов воздействовать на людей, чтобы они начинали с малого. Сначала потерял ложку, потом потерял носок, потом потерял документы, потом ключи от машины, а потом уже разум свой потерял. А там уже и до дурки недалеко. Есть версия, что парные предметы попадают в другое информационное поле. Проще говоря, в параллельный мир. Но, как правило, чтобы отыскать утерянную вещь, нужно лишь внимательно посмотреть по сторонам. Закон второго носка на четвертой строчке засекреченных списков. Далее в программе. Земля-тарелка. Почему растет число сторонников теории плоской земли? Это была лишь модель, которая не отражала реальности мира, в котором человек жил. Глобус нам врет. Где на самом деле находится Южный полюс? Кто является кумиром для 80% людей? И кто зарабатывает больше звезд Голливуда? Очень удобно самовыражаться через своих питомцев. Почему кошки всегда получают желаемое? И как они вытесняют человека из его же мира? Почему за усатых полосатых голосуют на выборах и оставляют им в наследство миллионы? Расскажем через несколько минут в засекреченных списках. Котик очень хочет, чтобы его погладили и в итоге добивается своего. Этот хвостик тоже требует внимания хозяйки и притворяется белым и пушистым. В современном мире кошек любят, если не каждый первый, то уж точно каждый второй. По статистике, 69% людей выбирают их в качестве домашних питомцев. Неудивительно, говорят ученые-зоологи, ведь кошки способны нами манипулировать, а именно внушать любовь к себе с помощью особых микроорганизмов, которые воздействуют на человека и зомбируют его. Кошке нужен человек, человек может быть даже об этом не подозревают. Кошачий заговор открывает тройку лидеров засекреченных списков. Кошка отбирает у ребенка котенка. Для малышки это большое горе. А эта девочка только что получила котенка в подарок. И она тоже плачет, но от радости. Ты счастлива? Ты счастлива? Да, я счастлива. Спасибо, мамочка, спасибо. А вот как реагирует на котика взрослая девушка. Ой, мамочки, ой, мамочки. Ты рада. Я сейчас умру. Что еще для счастья надо? Ученые выяснили, многим ничего. Число кошкозависимых во всем мире растет. И недавно стала известна истинная причина нашей к ним любви. Чешский биолог Ярослав Флегер чуть меньше года назад заявил, кошки сами заставляют людей обожать себя. Все дело в микроорганизме токсоплазма, которым кошки заражают людей. Токсоплазму долго считали не опасной для людей сильным иммунитетом. Однако теперь доказано, попадая в организм человека, этот паразит меняет биохимию мозга и даже личность. Но самое главное, для тех, кто заражен токсоплазмозом, невероятно привлекательными становятся сами кошки. Первые исследования проводились на мышах. Грызуны-носители паразита сами шли кошкам в лапы. Однако токсоплазмой заражено лишь от 20 до 40% людей. Процент тех, кто обожает кошек, гораздо больше, почти 70%. Причем, вопреки расхожему мнению, это не только старушки и одинокие дамы от 40 и выше. Эдгар Запашный больше 20 лет работает с большими кошками и убежден, они действительно способны изменить человека. Животные тебя воспитывают тоже, и не только ты их. Конечно, они тебя приучают. Сначала ты должен научиться уважать это животное. При этом своих питомцев дрессировщик никогда не очеловечивал, пока в его жизни не появился Мартин. Я его называл тигр с чудинкой, потому что он другой. Я отвечаю всех дрессировщиков, чтобы у нас у всех хоть раз в жизни появился вот такой добряк, с кем можно подходить, вести себя как будто это плюшевая игрушка. Мартин не только работал в цирке у братьев Запашных. Он стал завсегдатаем шоу, снялся в десяти фильмах и рекламе, играл в футбол. У тигра была своя страничка в социальной сети, которую сделали фанаты. А еще Мартин знал звезд шоу-бизнеса и часто приходил на их концерты. На этом видео он ест мясо с рук Николая Баскова. Неосторожное движение лапой и зверь цепляет когтем дорогой костюм певца. Басков цел и невредим. А вот рукав распорот. Любимый тигр Запашных прожил 16 лет и умер от старости. Об уходе любимца скорбели не только Запашные, но и все его поклонники в соцсетях. Этот обычный с виду кот на пару с хозяином стал звездой интернета в республиках Северного Кавказа. Я же говорил что в пятницу ты купаешься а ты в пятницу куда ушел? Получается ты не мусульманский кот так как не моешься по пятницам. Я же говорил тебе моемся в пятницу сиди дома а ты гулять ушел что мне с тобой делать? Все будут о тебе говорить что ты грязнуля и жену себе не найдешь какая за такого пойдет понимаешь стой стой спокойно ты же мой сынок хороший сынок а вот кот который работает моделью вы удивитесь но поклонников у него больше чем у некоторых красавиц в бикини как только в сети появилось это видео пользователи кинулись расшифровывать послание пушистика его крик души набрал почти 7 миллионов просмотров большинством голосов решили кот сообщает что у него болит голова а это самая популярная кошка интернета грампи кэт сердит айкиса она прославилась благодаря необычной внешности и вечно недовольной морды у нее есть собственная страничка в соцсети и столько подписчиков что за один только год грампи заработала 100 миллионов долларов согласитесь даже звезды кино и эстрады не всегда могут похвастаться такими гонорарами ты вот это выложил например куда-то в соцсеть и увидел реакцию то есть понравилось да что ты делаешь дальше это же логично тебя похвалили тебя через своего кота сделали особенным выдающимся появились какие-то фанаты поклонники у твоего питомца и ты начинаешь это культивировать это легендарный кот стабс он целых 15 лет работал мэром города Талкинта на Аляске впервые кота избрали городоначальником в 1998 году просто потому что ни один политик человек местных жителей не устроил а кот объясняли избиратели уж точно не станет брать взятки и плести интриги странно но факт под руководством стабса город и вправду стал процветать поэтому его переизбирали снова и снова и ведь это не единственный кот оказавшийся в большой политике сразу два хвостика живут в мэрии Риги они попали туда из приюта и теперь не только спят на креслах приемной и бродят по кабинету мэра коты принимают деятельное участие в жизни всей латышской столицы я придерживаюсь той теории что между кошкой и человеком есть неписанный договор по которому человек следит за кошкой ухаживает за ней кормит а кошка собирает весь негатив вокруг него все негативные воздействия которые могут ему угрожать кошки и миллионеры кошки политики и кошки знаменитости это раньше хвостатым было достаточно миски молока сегодня же представители кошачьих медленно но верно захватывают мир и похоже людям совершенно неважно манипулируют ими кошки или нет они просто получают море позитива от общения с пушистыми друзьями ведь как говорится без кота и жизнь не та кошачий заговор занял третье место за секреченного списка совсем скоро вы узнаете лидера далее в программе за что сожгли Джордана Бруно бразильские ученые доказывают что земля плоская абсолютно ровный горизонт одна ли во вселенной звезда по имени солнце солнце которое мы видим это всего лишь лампочка она совершенно не греет и кто спасется в ядерной войне останется несколько сот тысяч людей через несколько минут в засекреченных списках невероятные теории о том что мутанты правят миром научный прорыв ученые Портмутского университета Великобритании создали бактерию мутанта которая избавит человечество от главной проблемы этот мутант поглощает пластик казалось бы проблема мусоропереработки решена можно праздновать победу и выдавать премии но не все так просто организмы которые устойчивы к агрессивной среде и любят полакомиться пластиком хорошо известны и российским генетикам существа обитают в коллекторах больших городов и очень опасны крысы становятся более устойчивы к ядам они могут этим самым стряхнином питаться или пластмассой питаться у них может возникнуть такая мутация которая позволит им перерабатывать в желудке не только картон и пластик но все что угодно то есть вот такие организмы могут быть сформированы в агрессивных средах стоит только такой крысе попробовать на зуб бактерию мутанта и чем обернется такой опыт предугадать невозможно диггер Вадим Михайлов не раз находил в московских подземельях странных существ и относил их в научные лаборатории сейчас ими забиты все камеры в особенности в наших таких можно сказать криминальных и закрытых моргах например где лаборатории делают также изучение неизвестных форм жизни которые добывают скажем сканализации там и так далее растет и число людей-мутантов в Болгарии Турции и Ираке можно встретить целые семьи людей которые всю жизнь ходят на четвереньках в турецкой семье Улос 19 человек и пятеро из них два брата и три сестры от рождения ходят подобно обезьянам опираясь на четыре конечности нам еще предстоит исследовать тот ген который влечет за собой такие изменения означает ли это что эволюция развернулась на 180 градусов и человек снова превращается в животное и неужели эти мутации результат испытаний химического или бактериологического оружия японецкий Ничи Ито установил рекорд по бегу на четвереньках на дистанции 100 метров 30-летний спортсмен преодолел это расстояние на руках и ногах за 16,87 секунды и попал в книгу рекордов Гиннеса кто знает может быть этот японец эволюционировал быстрее всех и такова судьба всего человечества для чего это вообще нужно обществу для чего такие примеры я думаю что это демонстрация того что наш человеческий организм не изучен еще до конца мы многое о себе не знаем не знаю невероятная теория мутанты естественного отбора на втором месте засекреченных списков врачи врачи несмотря на богоподобно богоподобную мутацию родители лакшми приняли рискованное решение удалить малышки лишние конечности серия операций прошла успешно индонезиец Деде Карсава прославился на весь мир из-за своего редкого заболевания его тело с пугающей быстротой покрывалось наростами напоминающими древесную кору эти новообразования росли со скоростью до 5 сантиметров в год вся мировая медицина оказалась бессильно помочь Деде человек-дерево умер от осложнений после операции Шайла Пепен девочка-русалка появилась на свет в штате Мэн со сросшимися ногами она могла плавать отжиматься и даже танцевать а свой 10-й день рождения встретила в бассейне но вот до 11 лет маленькая русалка не дожила рождаются дети с определенными отклонениями отклонениями стандартными то есть Выборг показывает что это в определенный так сказать в определенный период времени этишки рождаются с определенными отклонениями то вполне возможно это некий глобальный эксперимент Адольф Гитлер грезил созданием идеального человека и высшей расы которая должна была захватить весь мир в его представлении идеальный человек должен был быть высоким светловолосым и голубоглазым с помощью жутких пыток в нацистских лабораториях пытались вывести человека-киборга устойчивого к малярии и тифу не замерзающего зимой с прочными как металл костями однако отредактировать геном человека нацистам не удалось современные генетики используют инструмент редактирования генома под названием Крис-Пиар он помогает выращивать органы человека внутри животных соединять ДНК животных и деревьев проще говоря скрещивать виды и создавать химер ну опять-таки мы доверяем тем же самым специалистам которые могут ну по сути говоря вырастить в пробирке нового человека а что ему придет в голову мы с вами не знаем кажется это видео с разных концов света предупреждает нас о коварстве таких экспериментов животные и рыбы с человеческими чертами лица вот такого козленка сняли недавно в Мексике это видео уже из Бразилии там родился похожий ягненок в Зимбабве местные жители посчитали что в козу родившуюся с человеческим лицом вселился злой дух по имени Хура и сразу сожгли несчастного мутанта эксперты связывают появление подобных существ с работой американских экспериментальных лабораторий многие исследовательские центры в США занимаются созданием химер таких как свинья-человек и человек-овца ну знаете вот эти комиксы про черепашек-ниндзя они же имеют определенную основу потому что куда зайдет мутация в разум в то что ускорится эволюция вот причем так ускорится что она станет суперэволюцией или же ватавизм наоборот деградацию уничтожение рода полностью генетическое изменение и полной деградации и опять же эволюция назад китайские граждане изменений не боятся наоборот всячески пытаются подстегнуть эволюцию богатые жители поднебесные готовы тратить миллионы подсаживать себе любой генетический материал лишь бы стать хоть чуточку выше в китае особенно там женщины и мужчины они сейчас очень увеличены внешностью своей ростом люди деньги не жалеют им нужен рост и это выгодно отличается от всех стандартных технологий известных в мире потому что это ты грубо говоря тебе вырастили кость 5 сантиметров вставили и удлинили рост сразу и через 3 месяца у тебя консолидирована коза сможет ли созданная медиками мутация прижиться в поколениях и передаваться по наследству все возможно недавно датские ученые обнаружили что организм морских цыган которые славятся способностью нырять на глубину до 20 метров без специального снаряжения и задерживать дыхание больше двух минут мутировал и стал похож на организм морских котиков чернобыльскую электростанцию спустя 32 года официально открыли для туристов недельная поездка стоит столько же сколько путевка в Турцию около 20 тысяч рублей за эти деньги обещают показать реактор саркофаг поводить по брошенному городу но экстремалы едут в Припять не за этим сталкеры проникают в зону отчуждения и привозят вот такое видео оно набирает миллионы просмотров люди в костюмах химзащиты волокут человекоподобное существо когда его кладут на носилки отчетливо виден рыбий хвост что это? постановочное видео или реальные съемки мутантов? пригород Припяти в луже у дороги животное розового цвета как поросенок и даже штамп на теле вот только ни на одно из известных науке существ этот мутант не похож известный украинский видеоблогер Влад Резнов не раз пробирался в зону отчуждения жил в заброшенных домах слышали? что это, что родео? твою, что это было? пацаны, пацаны, подъем пацаны, Вадим, блин я не сплю чувак там что-то лазит в поисках мутантов ребята обошли каждый дом Влад, ты это видишь? посмотри, тупо когти какие-то Одни комментаторы прочат видеоблогеру мировую славу за спецэффекты и актерское мастерство. Другие уверены, мутанты в Чернобыле – это реальность. Просто они избегают людей. И не только в Чернобыле, считают ученые. Вот то, о том, чем я пытался вам сказать, что помимо генетической модификации, существует еще воздействие внешней среды, которую мы с вами иногда портим. Те же самые ядерные могильники, те же самые захоронения химических отходов. Этих могильников очень много. Странную субстанцию удалось снять недалеко от сточного коллектора. Масса желтой пены как будто дышит. Московский диггер Вадим Михайлов рассказывает, под землей процветает иная жизнь. Бокоплавы различные, гигантские щитники. Или вдруг нечто аморфное и совершенно жуткое, с некими антропоморфными чертами, изменяющиеся на глазах, умирающие. Но что будет, если в один прекрасный день подземные братья выйдет на поверхность? В какую сторону пойдет мутация, мы не знаем. Поэтому не случайно наши ученые говорят, что если будет апокалипсис, то выживут крысы и тараканы, а остальные погибнут. За последние годы у современного человека появилось очень много полезных изменений в организме. В результате мутации человек стал меньше спать. Вместо положенной нормы в 8 часов, теперь ему достаточно 5. В Японии рождаются дети с гипертрофированным большим пальцем правой руки. Все верно. И виной тому появление смартфонов. Мутировать. Подсадить себе один или несколько генов. Стать химерой и пройти естественный отбор. Возможно, мутанты спасают человечество от вымирания. Невероятная теория мутации во спасение на втором месте засекреченных списков. Далее в программе. Сенсационные откровения ученых о том, что законы физики фальшивка, а Бруно и Ньютон выдумали несуществующий мир. У нас есть эта теория сферичности Земли. О чем запрещено говорить космонавтам? И что на самом деле видно с космической орбиты? Абсолютно ровно. А что находится там, за горизонтом? Шокирующие факты без грифа секретно. И этот ледник действительно отгораживает нас от других территорий. Прямо сейчас лидер засекреченных списков. Это кадры из фильма, над которым 7 лет работали бразильские ученые. Он будет следить за двумя лодками. Все происходящее зарегистрируют камеры. Цель, которую ставили перед собой авторы, доказать, что все наши знания о родной планете ложные. И они утверждают, у них все получилось. Благодаря масштабному эксперименту. Теперь бразильцы говорят, земля вовсе не шарообразное тело. Она скорее напоминает плоскую тарелку. А еще ученые подозревают, что этим великим знанием уже давно обладает тайное мировое правительство. Если вы хотите понять, как выглядит, пожалуйста, взгляните на символ ООН. В символе ООН все обозначено абсолютно четко. Более того, на знаке ООН есть веночек. Так вот этот веночек обозначает что? Тот самый круглый ледник, который окружает полностью всю нашу планету. Так неужели наши предки были правы? Неужели Земля действительно такая, какой представляли ее древние шумеры, скифы и египтяне? Что если те же Коперник и Ньютон – жертвы роковых иллюзий, а, возможно, и заговора? Альтернативная теория о плоской Земле на первом месте засекреченных списков. Еще вчера любые рассуждения на тему плоского мира считались бредовой провокацией. А сегодня ситуация изменилась. По мнению некоторых ученых, круглая Земля – это лишь смелая теория, которая увлекла заскучавшее человечество. Так же, как в свое время теория Дарвина, у которой до сих пор нет прямых доказательств. Галилей и Оган Кеплер, который был учеником Тихобраги Великого, и Ньютон, они такую модель математическую создали. Но это была лишь модель, которая не отражала реальности мира, в котором человек жил. Представить, что Земля – бешено вращающийся шар, вокруг собственной оси, да еще под углом в 23 градуса – это невозможно. Откуда энергия вращения? Кто подпитывает? Где этот источник энергии? Вот тут как раз не сходится ничего. Сторонники классической теории о круглой Земле доказывают свою правоту всевозможными физическими экспериментами. Но вот что поразительно. По мнению некоторых ученых, никто в действительности никогда не проводил эти опыты. Во всяком случае, как надо. Даже знаменитый маятник Фуко, якобы доказывающий шарообразность планеты, может нам врать. Земля не подает признаков вращения. Об этом скажет любой летчик, космонавт, вообще артиллерист, который стреляет по артиллерийским наставлениям в условиях плоской, не вращающейся Земли. Иначе снаряды бы там падали, либо там с двоим ускорением, связанных с прибавкой скорости вращения, либо они как бы падали вокруг себя, потому что эта скорость отнималась. Но как же снимки из космоса? Ведь на них мы все видим шар. А теперь взглянем на инструкцию НАСА. Анотация. Получена и определена линейная модель полетов для жесткого летающего аппарата, летящего над плоской, не вращающейся Землей. В ней есть указание делать все расчеты по аэронавигации космических аппаратов, исходя из того, что Земля плоская и неподвижная. Но разве могут быть сфальсифицированы снимки с орбиты? Это мультики, которые нам показывают. Потому что первые камеры, которые не имели объективов типа рыбий глаз, широкоугольные, которые делают бочкообразным изображение, они показывают горизонт абсолютно ровный. Ну, в частности, камера, которая установлена была на ракете ФАУ-2, запущенной в 1947 году в США. Абсолютно ровный горизонт. Невероятно, но факт. Оказывается, до сих пор не существует ни одного подлинного изображения Южного полюса. Ни фото, ни видео. Даже со спутников. Эта загадочная теория до сих пор – самое настоящее белое пятно на карте нашей планеты. Я разговаривал с замдиректором Института космических исследований. Он мне сказал, я найду эти снимки. Не нашел. Нет таких. Есть несколько снимков, которые сняты самолетом, который пролетал над антарктической базой американцев, где якобы Южный полюс. И вот он там их снял. Но эта база стоит не на самом Южном полюсе. И, скорее всего, это не база, а это некая погранзастава. Но какую границу так ревностно охраняют те, кто там служит? Неужели тот самый край Земли? Не секрет, что сегодня попасть в Антарктиду так же сложно, как в космос. И показывают нам, туристам, только пингвинов, гуляющих по кромке Земли, за которые возвышаются неприступные ледники. И этот ледник действительно отгораживает нас от других территорий. Но что же тогда находится за краем? По мнению сторонников теории плоской Земли, она похожа на блюдце, в которую налили океаны, насыпали сушу, а затем поставили на некий космический стол. А все, что вокруг, это огромная лаборатория, которую мы привыкли называть Вселенной. Мы не знаем того мира, в котором мы живем. Например, никто не знает, что такое Солнце. Сто лет назад в учебниках астрономии писали, что Солнце сведет по тому, что на его поверхности горит каменный уголь. Открыли квантовую физику, термоядерную реакцию, и понеслось количество нейтрина, слияние ядер Дейтерия-3, выброс гелия. Но никто не объясняет, почему некие кометы, пролетая через фотосферу, где температура достигает миллионов градусов, они пролетают свободно. А кометы же куски льда, как они утверждают, она пролетела и полетела дальше. Если верить летописям индейцев Майя, то они поклонялись именно Черному Солнцу. Вовсе не Желтому. Впрочем, возможно, речь шла о так называемой Черной Дыре. А еще не исключено, что под плоскостью Земли находится еще один, пока не изученный космический объект. Гипотеза о том, что Земля имеет ядро, это всего лишь теория, которая не доказывается ничем. И самая глубокая скважина, Кольская, 12 километров. И ее больше никто не повторяет. Почему? Потому что там в процессе бурения всегда возникали какие-то аномалии, которые противоречили тем моделям, связанным с представлением ученых, а там шар, магний, ядро, кора и прочее, все это не так. Мутанты правят миром. Люди глупеют от обычной воды. Лампочки работают на секретные службы. А блондинки не такие глупые, как кажется. Блондинки, как правило, оказываются самыми умными. Самыми умными, а не самыми глупыми. Закон подлости не миф, а реальность. А Земля в действительности плоская. У нас есть эта теория сферичности Земли. Кому-то эти предположения кажутся бредом. Но все великие открытия когда-то считались фантастикой.